Жил-был мальчик Петя, и он очень любил рисовать, а карандаши были его лучшими друзьями. Однажды утром он решил нарисовать огромную радугу, но обнаружил, что карандаши куда-то пропали. А вместо них в коробке оказались конверты с письмами. Петя открыл первый конверт и нашел в нем письмо от красного карандаша. Вот что он написал. Привет! Пишет тебе твой красный карандаш. Весь прошлый год я работал больше, чем все другие карандаши. Мне пришлось раскрашивать пожарные машины, помидоры, яблоки и клубники. Все красные, что ты видишь вокруг себя. А дед Бороз и звезды на руках чай-то работают. Я хочу каникулы. Твой утомившийся тут красный. Дорогой Петя, мне, конечно, приятно было быть твоим любимым карандашом в этом, в прошлом, позапрошлом году. Но хочу огорчить тебя, что пока трясал все эти реки, озера, моря, океаны, я стал совсем маленьким. Я даже не вижу из-за край коробки. Мне нужен отдых. Твой очень маленький друг синий карандаш. Друг мой, Петя, ты меня что, совсем не любишь? Черный карандаш такой красивый. Ты со мной никогда не рисуешь рисунки. Ты со мной только их обводишь. Например, черный кот, который гуляет по черной крыше в черную ночь. Твой самый красивый черный карандаш. Привет, это серый карандаш. Ты меня убиваешь. Да, знаешь, ты любишь слонов, так же гиппопотамов, сорогов и китов. И все они серые. Ты даже не представляешь, как я устал рассказать всех этих огромных животных. А детёшки, пингвины или мангри, камушки тоже серые. Как насчёт них? Твой очень уставший друг. Серый карандаш. Я пишу тебе с приветом. Благодарен тебе, Петя, что моим зелёным цветом Ты раскрасил всё на свете Динозавру, крокодила, Каждый листик на берёзе. О таком великом деле не могу писать я в прозе. Но понимаешь, что такое дело? Оранжевые и жёлтые карандаши Не могут потерять между собой солнце. Так что если ты не примешь экстренные меры, Солнце станет зелёным. Твой справедливый друг зелёный карандаш. Много вещей есть жёлтого, А оранжевого совсем мало. Твой карандаш жёлтый красивый повсюду. Я оранжевый карандаш. Я буду как закрашивать солнце, Когда оно встаёт из земли и заходит в землю. А пусть, когда оно наверху, оно будет жёлтым. Но, Петя, пожалуйста, Нас не путай, А то если ты нас запутаешь, Мы уйдём Вдалёк к другому мальчику, Никогда не придём вообще. Я твой оранжевый карандаш. Дорогой Петя, Мне, конечно, очень приятно быть Твоим любимым карандашом для динозавров, Винограда и бабочек. Но ты так часто выходишь за линии, Что у меня скоро совсем не останется. Твой любимый, Очень аккуратный друг, Фиолетовый карандаш. Прочитав все письма, Петя очень загрустил от того, Что его карандаши ушли от него. Но вскоре его посетила отличная идея. Он решил позвать своих друзей, Рассказать им о том, Что случилось с его карандашами, И попросить их вместе Нарисовать такой рисунок, Чтобы все без исключения карандаши Почувствовали себя важными и нужными. Все друзья помогали Пете Рисовать яркое морское царство, Где в изумрудной воде Плавали голубые киты и рыжие русалки, А в розовом небе Одновременно садилось и вставало И желтое, и оранжевое солнце. А надо всем этим летал зеленый дракон. Ночью, когда все уснули, Любопытные карандаши пришли Посмотреть на рисунок Пети и его друзей. Он так им понравился, Что они решили вернуться И больше никогда не уходить от Пети.